всем снова привет дорогие зрители и подписчики моего канала с вами джек шепард продолжаем играть за отбросов мы наконец-таки дожили до последних двух матчей в девятом дивизионе очень тяжелый был дивизион как принципе концовка 10 было очень тяжелый наконец-то пак будет в этой серии наконец-то рамирес алькантера играют вместе посмотрим что они смогут показать нам я думаю что схемы все-таки поменять на то чтобы был допустим цапы и два игрока в нападении и одним из игроков этих был бы гастон рамирес мне кажется нападением очень бы неплохо смотрелся вот ударами но наверное я схему поставлю в следующем матче уже ну что ж вот наш первый соперник полностью золотой состав еще и куча равных игроков не разные только вратарь рафинья и кто это на пфа не знаю не знаю этого игрока к сожалению 5 бензима иску ковач до реала барселона реала барселона там 5 хорошо ну к чем ближе концу дивизиона тем сильнее соперники мы в принципе в дивизионе то останемся но дальше вряд и пройдем был ли туда в сайт они знают цепь но мой игрок всех на недопрыгнул ям конечно он в принципе что этот другой игрок которым я тоже слева стоял который лпшник на самом деле на явно поставлю вот они оба долговязы высокий толку от них вообще никого нет вот так и даже меч пить не нормально а вот это неплохо получилось просто по карусели раскрутил до 100 дробирус есть шанс забить а мяч пролетает предательский рядом со штангой момент исчерпан удар правда да адриана забил до ближний слышите вот мне не нравится что же два таких штрафных которые реально просто по центру бьет с фланга и у меня защитник там стояла все равно был залетел в одном из прошлых матчей то же самое было довольно странно почему вратари не берут эти мячи нет понятно и жаловаться не на что то интересно что золотыми игроками потому что у меня игроки можно сказать но вы сами знаете какого качества и плюс вратарь бронзовый так что он я думаю как раз таком может пропускать а вот пропускают и остальные игроки вот это вот все дело мне интересно между два штрафных реально два из двух залетел таких удар в ближний угол сейф ой хорошо как вышли пас не долетели не долетели мы добитого мяча ну за сейф ну ты же цесейвил один раз не брать тюня ну такие составы в девятом режиме играть не должны забивай классно 21 опять он забил серьезно виллиан смотрите подбор мог вообще любой игрок наш вы выиграть да но подобрал видео забивают одни и те же игроки но это просто это очень странно мне про уже интересно кто-нибудь кроме ну вот из тех кто сейчас в составе да помимо там снайдера и дебура если так посчитать кто-нибудь кроме рамироса алькантера и виллиана еще будет забивать или вот только вот эти трое так хороший отбор виллиан давай-давай-давай-давай на полной скорости рвись ну ты посмотри на сколько он быстрее а мы вот так на пост на пасах удар это был или не был да выкусили два-три тягу алькантера опять забил из этой группы игроков тягу алькантера не кто-то другой я понимаю что ну типа атакующие игроки но все равно у нас есть два еще игрока элфа и пфа которые не забивали вообще я вот не помню чтоб янкович забивал ну я после матча посмотрю статистику как раз перед тем как пак открыть но это реально очень странно алькантера алькантера успей на пенальти но это тоже не фалл окей хорошо у меня игроки просто видим падают на месте слогих и вот и где общение спасай пяткой о господи ну почему почему бы не подождать пока он ударит и потом не прыгнуть куда-то завалился это бронзово 1 4 а нет 24 я забил я голькантера протащил пробил прям в центр алькантера снова протащил пас но это было в сапе прекрасный удар от вириана сожалению по воздуху мяч им бить не хочет как он прошел вот это хорош удар последнюю секунду маскира на свой спасти у меня кстати еще там малькантера сломался из что ну кто из всех игроков да в моей команде мог сломаться конечно же тут у которого самый большой рейтинг и кто рарное золото что вы могли еще подумать ну все пензима идет убивать он убивает 25 я боролся как мог прыгнул просто через голову с этой командой игра зависла соединение соперника была разорвана вели он стал лучшим игроком моей команде над поражение я надеюсь не его засчитать потому что это поражение было честно да так и осталось чё а почему два матча осталось я ребят ничего не делал вы видите у меня игра работает я в сети он пожалуйста сейчас вот сверху менюшка справа уберется я в сети я не вышел ничего проигрывал 25 мне ничего не засчитали должны были засчитать поражение ладно ну я просто по-честному играю и так золотой пак и кто не кажется ничего от вас не хочу ники подачки давайте самого отстойного игрока мне видим карварио вот это топчик еще португалий центральный защитник и левый защитник флорес чилиц чилиц откуда он подходит не и итальянский тренер контрактики лечение игрока модификатор с цп на цап сыгранность мотор форма хотя форма нами не нужно но вот карвари карварио это просто не смотрите на его скорость смотрите на защиту физику дриблинг и передачи этот чувак у меня был в карьере за арсенал и он просто безумен он точно будет лучше чем газе но не лучше чем дает хотя вот туда это тоже в основном скорость и плохая так и португальцы смотрите собираются португальцы мэйсон давайте не очень ты меня расстроил сейчас короче ребят сыгранности реально будет больше сыгранности реально будет больше так мне нужен игрок основного состава простину я тебя убираю сейчас будет португало испанский состав контрасон насколько один матч ладно один матч можно так алькантера тогда идет отдыхать итак смотрим карварио здесь будет у нас ранее раз слева лакфита вот сюда что была сыгранность смотрим дальше вот так за испанское правду брал дальше у меня еще вот этот чувак но рамирс тогда придется убрать что ли нет давайте я в реально оставлю только в атаке вот так 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 чё мне еще так получается в итоге кого-то же я еще не поставил ну вот тут ну реально хотя 59 сыгранности это уже что-то в принципе если вместо сухи поставить испанца того то будет еще лучше сыгранность а если тьяга например был в составе вот вместо вот этого парня был бы реально интересно так калачине калачине готов кстати но и запал то мне нет никого из рамирс на из калачине направо надо вообще тупо сыгранность 60 не лапу скорее так файзурин на себя куда-то наверно хух вот такой состав ну ладно пойдемте играть матч посмотрим что у нас получится корвали второй рарный золотой игрок отлично просто супер так это я просто стал зашел до предактировать теперь еще долго то пока будем жить прям вот игрок под меня и это хорошо ну что же вот наш соперник 2 на эту серию это локомотив интересного первый раз встречал локомотив вообще в ультимейте по моему ни разу не встречал весь состав локомотива тренер правда немец какой-то старый ну ладно не знаю наверно этот матч будет последним этой серии потому что там и ну фактически полностью сыграли просто нас потом взяли и выкинули и даже поражение дали хотя мы по сути реально должны были дать поражение я думаю того парню с которыми играл двойне было обидно и от кстати гола нет мимо высота по моему промазу не хорошо но у него форма похожа на спортинг если от формы спортивного то вообще тогда вообще просто пастом рамир из классно скидка удар перекладина забейте пожалуйста голы ребята нам нужны победы на хватит по перекладинам бить хватит мазать бойнейших позиций ладно хотя бы когда вы там бьете в угол врата реально сэвит но тут хорошо парень поставил на паузу я решил заменить игроков потому что нас все очень и очень плохо с ними они все супер устали потому что они вагон разгружают по ночам видимо тимуровцы кстати против нас играют только сейчас заметил в общем в первом тайме ничего интересного не было посмотрим что для нас приготовил тайм 2 так пас откаточкой удар еще один момент давай биллиан нет карварио с мечом передача удар пяткой как-нибудь забили не забили а так хотелось как же он не раскатала молодец 01 мы не выиграем за 10 минут я не отыграюсь я 80 минут пытался забить ему не получилось я думаю что за 10 минут последний не получится плюс игроки уже устали все ребят мы проиграли как я и говорил соперник реально достойный очень тяжело было играть наш кстати новый защитник стал игроком матча 3200 это получается да мы остаемся девятом дивизионе последний мальчик нам играть не дадут потому что смысла нет но и 4000 монет на которой мы не купим ровным счетом ничего в общем на этом я закончу пожалуй серию большое спасибо что посмотрели с вами был джек у нас сломался чертов чувак ну почему ты сломался на два матча как правозащитников щиты трон получил ладно мне есть кого поставить так тяга наконец-то вернулся держи контракт я те реально сам большой готов дать 80 дриблинг так но теперь тяга ставим сюда у нас хотя бы ну центр тут такое прикольненький реально рамирас ну чё я могу сказать ну как то вот не так не сяком там сыграл гантер 41 удар я вот думал может на форварда кого-нибудь поставить с ударом побольше но некого особо хотя че жалусь меня два золотых разных игрока уже неплохо хоть мы много матча сыграли мы сыграли в общем счете 21 матч уже с ума сойти я хотел по голам посмотреть смотрите 4 гола 2 голевых виллиан рамирс забил 2 это чувак не забивала фито тяга алькантер забивал написано 2 хотя он забивал 3 что он делал дубль в одном из мальчей потом еще гол забил этот парень не забивал видим корвали естественно забивал но защитниками тоже не забивали хотя сухи вроде один раз забил нет тоже не забивал файзурин а вот файзурин еще гол забивал один а остальные ты нет снайдер 4 забил за 7 матчей но лучше статистику снайдер конечно ладно увидимся следующей серии жалко что паки электроник артс от которые за далеко создание дают лишь раз в неделю я все вот эти серии которые были записал буквально за два дня пока и фифа еще в раннем доступ поэтому я себе наверно записывал по две-три серии в неделю ну каждую неделю тогда у меня было бы уже два крутых набора и оттуда вы игроки какие-то выпали было бы полегче на полегче это ведь не так легко ну точнее слишком не клево было бы да нам нужно тяжело чтоб меня прям ух было такой ну не знаю хардкор мощный реально хардкор вот такая команда у нас после строки серии спасибо вам большое за поддержку за просмотр с вами был джек увидимся и счастливо до конца